ребят всем огромное здравствуйте сегодня я своими грязными ручищами коснусь французской кухни около французской есть такое блюдо которое называется говядина по-бургундски либо как он звучит бибургунь надеюсь я правильно произношу вот сегодняшний рецепт чем-то может напоминать это но это абсолютно другое с чем это связано потому что в данном рецепте обязательно должно использоваться бургундское вино я надеюсь я правильно все говорю но ребят но полторы тысячи за бутылку минимально это не самую лучшую как мне сказали вот но это не вариант у нас весь рецепт дешевле короче говоря чем эта бутылка вина поэтому я искренне считаю что можно подобрать хорошее красное сухое вино которое просто вам должно нравиться не то что я покупаю пакетированное вино пофигу чё в блюду пихать да нет это должно вам нравится вот это основа также приготовление я знаю что оригинальное идет доведение в духовке я вам покажу все как сделать на газовой плите либо может быть она у вас электрическая либо индукционная это такая знаете фишечка на какой-нибудь день рождения может быть на какой-то праздник может быть на романтический ужин это основа основа но это все подается с пюрешкой может быть с лапшой мы сегодня с лапшой все это замиксу не с лапшой а с феттучини так сказать смешаем итальянскую французскую кухню уже нафиг сегодня всю давайте приступим к приготовлению первое что мы с вами сделаем это 100 грамм бекона мелко нарезанного без лишнего добавления масла обжариваем на сковородке до такой на и чтобы такой хрустящий стал красивый запахло ароматным беконцам пусть пока прожаривается делаем дальше что у нас есть кусок мяса это мякоть бедра она подходит считаю что вы риску не надо покупать тратить лишние деньги это все будет тушиться она будет все очень мягко и вкусно в конце вы это поймете что я делаю с ним нам нужно нарезать как мы это делаем то есть сейчас более-менее вам постараюсь показать какие должны получиться кубики вот что-то около вот таких вот кусочков желательно ребят чтобы они были одинакового размера так это все у нас с вами одновременно приготовиться и будет прямо нам с вами счастья все бекон можно снимать но лишний жир мы с вами оставляем потому что на нем дальнейшем будем прожаривать мясо понадобится толстодон толстодон на госкач кастрюлю с толстым дном потому что в ней потом мы все это будем томить желательно именно такая хотя я готовил на обычный получается тоже ничем не хуже теперь очень важный момент масло дополнительно я не добавляю обжариваем на беконе мясо нам нужно сделать огонь максимально и прожарю не надо закидывать все мясо вот буквально по частям очень важно чтобы была корочка то есть я сейчас добавлю буквально 67 кусочков по две-три минуты чтобы за все золотилось вынимаю и в кастрюлю к бекону закладываю но и следом за мясом идут овощи я добавляю уже немного масла потому что то все ушло и здесь очень важно на мой взгляд это авторская кухня типа я нигде я я так делаю показываю просто что похоже на бургунь но это не бургунь сливочное масло оно отлично впишется в наш с вами ансамбль и добавляем сюда лук две луковицы я люблю нарезать чтобы они были кубиками но вы поймите оно тушится вы это потом будет все как некий такой соус отправляю сюда две морковины опять же нарезанные кубиком кто-то кстати натирает на терке мне так не очень нравится чеснок 5 зубчиков не скупитесь чеснок раскроется будет прям хорошо он весь растворится здесь никаких шарирач не будет скажу вам честно и вот теперь вместе со сливочным маслом что странно похоже для тебя халапешки бахну значит не будем лук уже почти прозрачный в этот момент я отправляю сюда муку вы знаете где-то две столовые ложки без горки буквально с мукой все это перемешиваем аккуратно все загружаем сюда ребят теперь смотрите в идеале это сейчас сюда добавить говяжьего бульона где-то 250 300 миллилитров так как бульон у меня уже соленый в меру да то есть он и перченый но я понимаю что этого заряда мало будет то есть я сюда добавляю смело еще где-то две-три лучше не досолите будет проще это сделать потом также сюда идет немного свежемолотого перца ну как немного все зависит от ваших предпочтений мне кажется можно из лопчицей шарирачи добавить он просто так как все сейчас будет томится я еще люблю добавлять просто так перец это смесь перцев мне она никак ни на что не влияет сейчас мы все это с тщательно перемешиваем с бульоном с мясом с беконом точно не помню как это называется по он букет гарни могу ошибаться что у него входит вообще такие душистые травы должны быть в моем случае это тимьян и это стебель от петрушки он даст отличный привкус вот данному всему великолепию я связал просто обычный вот такой вот веревкой естественно там цветными нитками это ни к чему кладем сюда и также сюда еще идет лист лавровый лист все теперь мы берем с вами сухое красное вино еще раз повторюсь оно должно быть нормальное если вы его не будете пить в обычной жизни не надо все добавлять и сколько мы сюда его отгружаем сейчас покажу обратите внимание вино полностью не закрывает мясо то есть вот немножко вот столько буквально еще сверху теперь что мы делаем мы закрываем крышкой что с этой красотой делаем дальше для начала мы с вами ставим большой огонь ждем пока начнет интенсивное кипение после этого снижаем на самое минимальное значение закрываем крышкой и забываем на два часа единственно что я настоятельно рекомендую это каждые минут 30 подходить открывать и немножко перемешивать на всякий случай все зависит вот в этой по это посуду меня никогда не подводим но если будете делать например ну грубо говоря в каком-то большом сотейнике лучше все-таки перестраховаться единственное за 15 минут до приготовления мы с вами сделаем специальные грибочки которые можно то в тусить это можно было бы сделать и сейчас но они вот они вот за два часа что будет за два часа с грибами так что встречаемся где-то через час 45 грибочки замут и все замешаем будем пробовать пахнет супер да ребята алкоголь весь выпариться потому что детям это можно будет водителям можно все информацию всю полностью сказал как я и говорил осталось 15 минут до готовности не знаю как называется говядина давайте называть так добавлю немножко масла закидываем сюда небольшой кусок сливочного масла ждем растворения растопление до что и так дальше у нас идут дальше у нас идут на шампиньоны так называемые королевские я люблю чтобы они крупно были нарезаны чтобы они чувствовались я прям очень люблю крепко еще грибы не люблю мелко резать потому что мне кажется теряется весь шарм и вот на сливочном маслице вы знаете самый прикол что лучше сейчас придать немного вкуса поэтому я добавлю еще слегка соли немножко совсем чуть-чуть и начинаем обжаривать грибы готовы но прежде чем их залить туда я хочу вам кое-что показать что произошло за 2 часа 10 минут обратите внимание он уже густеет на глазах вы видите да это некий соус получается вот именно так и должно быть на представлении блюда я вам покажу как это все без ножа осторожно то что сейчас пойдет смысле пар и теперь что мы делаем ребята у этого такая ароматика бешеная я закидываю сюда грибы вот именно сейчас если вы с грибами будете все это томить вы просто не получите ничего а вот сейчас мы с вами это вмешиваем даем этому уже без огня настояться минут пять можно будет подавать пройдет два часа вы откроете эту кастрюльку в очередной раз загляните вам покажется что что-то как-то жидковато немного ребят не переживайте он горячий естественно будет такой вы снимаете его пока обжариваете грибы закиньте она все это увидели густоту это получается именно мясо вот в этом вот лукоморковном соусе как это чертовски это не за эти чем очень похож запах с есть такой соус деми гляс вот ну что то нечто похожее хотя конечно это другое по гарниру который использовать пюре х идеально просто если честно я забыл картошку купить у нас было опять учение было поэтому мы сделали с ним у меня как бы вообще ну мясо вы видели специально естественно руками нормальные люди не едят между 2 показателем что она распадается на атомы во рту соответственно будет происходить то же самое короче сейчас я постараюсь варежку открыть пошире как вы поняли у меня проблем нету хочу давайте отдельно попробую начали мясо многие говорят о том что я закатываю глаза еще раньше чем проглотил у меня сосочки так работают пищевые грибы господи они вот такие крепенькие неразваренные а ничего страшного пошла собственно паста ну вот если это несчастье как это еще назвать не мои давайте я немного вернусь сначала ролика где я говорил с чем связан данный рецепт что есть такое такая говядина которая называется по-бургундски либо ля де бургунь умничать не буду так вот однажды я побывал это было достаточно давно может быть три четыре года во французском настоящем ресторане я не могу сказать что я получил колоссальное удовольствие то сказать и приносит тарелку метр на метр ну условно говоря и в ней лежит маленький плевок от пюрешки и вот это кусочки мяса с этим соусом вистом грибов не было с луком с морковью ты съедаешь такое значит ощущение блин это вкусно но хочется еще но прямо это дико этого мало могу предполагать на французская кухня на мой взгляд сделана таким образом чтобы это было именно в кайф чуть-чуть съесть да и вот это остаться немножко голодным чисто как по себе скажу я наверное все таки не такой человек мне хочется не переедать не съедать все но чтобы быть хоть чуть-чуть голодным чуть-чуть сытым чтобы понимать что мне хватило этого вкуса что вы получаете здесь говядина мягчайшая вот этот соус который делается на основе вина еще раз повторюсь ребят не дешевите не надо покупать вино за 50 рублей там красная цена либо 365 это не работает нужно нормальное сухое хорошее вино которое вы бы стали пить повседневной жизни ну пить я имею ввиду что может быть на празднике или когда еще я вообще скажу вам честно многие на это знают я не очень люблю вино но вот этот рецепт без вина это будет абсолютно без понтовая история второй момент это соус и бульон который мы с вами добавляли я настоятельно рекомендую когда готовите какие-то супы себе то есть вначале что основа какая супа любого это естественно бульон сделайте немножко побольше отложите отложите налейте в какие-то формы заморозьте бульон он шикарно переносит заморозку и вот для таких рецептов она подходит потому что вы получаете просто праздничное я по-другому не могу сказать блюдо что касается грибов это уже такое знаете на можно сказать ноу-хау моё потому что я люблю грибы еще лучше это туда положить какие-то было бы лисичек но вот эти королевские шампиньоны сука она они все тут делают и вот этот момент не надо с ними обжаривать и два часа тушить вы от грибов ничего не получите все уйдет момент прожарить добавить размешать закрыть на пять минут все вы получаете именно вот этот грибной чуть-чуть вкус и все вот это вот смешивается у вас вы понимаете что это действительно вкусный мясной бульон но нет у вас бульон ну попробуйте с водой сделать ну конечно в идеале чтобы все-таки бульон был а так все в идеале единственно морковь не надо нарезать на терке нарежьте чтобы это было кубиками морковь за все это время она впитывает вот это все и ты получаешь я уже молчу про тимьян вот это все естественно мы веточки эти все вынули зачем это сматывать я думаю что вы поняли чтобы не стоять там не выковыривать где чего застрял чтобы никому в рот там не попало не подавился тьфу 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 или еще что-то лавровый лист мы также убрали господа еще раз повторюсь к рису к желательно к пюрешке можно к пасте можно к гречневой каше даже можно это будет очень вкусно если понравился данный рецепт разумеется ставим палец вверх если нет ну чё пробиваем дизлайк и объясняем с чем это связано это просто надо готовить всем будь у вас день рождения дружище с наступающим день рождения тебя я вот уверен что скоро и ты думаешь блин чем накормить вкусно гостях у гостей вот этим от тебя все уйдут когда тебя будут уходить гости и минул же и ты виду что домой то в таком случае они скорее всего спросят как ты догадаешь не говори что посмотрел у меня рецепт скажи что вот так вот экспериментируя на кухне это реально знатная хорошая вкусная хрючево называйте как хотите с вами был как всегда лёха грильков подписка на канал выскакивает у нас обычно где-то здесь ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока вот такие рецепты очень люблю люблю блины мы сейчас делали да вот это все это вкусно но вот это значит получаешь эстетическое наслаждение да и получаешь именно вкусовые вкусовые сосочки здесь работают просто как бешеные все ребят пока пока